Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дима Рубин. О самых интересных событиях недели вы узнаете прямо сейчас, в этом выпуске. Русский мир и Академия Радио, новый тандем. Легенда русского романса. Какой запомнилась Людмила Лядова. Коллекционеры России. История частных аукционов. А теперь более подробно об этих и других новостях. Исполнительный директор фонда Русский мир Владимир Кочин и генеральный директор фонда содействия развитию радиовещания Академия Радио Светлана Устинова подписали соглашение об информационном сотрудничестве. В рамках партнерства будут реализованы новые проекты по развитию русскоязычного радиовещания за рубежом. Мы должны, так сказать, людей привлекать чем-то, да, чтобы они к нам приходили, чтобы они нас смотрели на ютубе, там, чтобы они слушали наши радиопередачи. Деловое сотрудничество также позволит проводить совместные мероприятия и оказывать информационную поддержку значимых событий организаций не только в России, но и в других странах. Песни на ее музыку исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль и знаменитые народные ансамбли. Всю свою жизнь композитор Людмила Лядова посвятила музыке и искусству. Она не боялась пробовать новые жанры, форматы и даже последние годы жизни смогла оставить памятный след в истории русского романса. Творческий путь Людмилы Лядовой, казалось бы, предначертан судьбой. Ее родители – профессиональные музыканты работали в Свердловском оперном театре и филармонии. С раннего детства они учили дочь музыки. Юная Людмила с удовольствием сочиняла небольшие музыкальные пьесы и уже в 10 лет смогла поступить в детское отделение Свердловской консерватории. Конкурсы и фестивали, работа с знаменитыми советскими артистами, яркая творческая жизнь захватила Людмилу еще в студенчестве. В 1951 году она вступила в союз композиторов Советского Союза. На музыку Лядовой ставили балетные номера, вокально-инструментальные поэмы и даже военные марши. Она всегда была открыта новым жанром и идеям. Мне кажется, она даже иногда и сама себя не знала, насколько она глубока и насколько она интересна. И то, что она в последние годы своей жизни начала работать в жанре русского романса, причем работать очень тесно с молодыми исполнителями конкурса «Романсиадл», с лауреатами, мне кажется, вот произошло какое-то взаимообогащение. Она, безусловно, дарила свой чудесный романсовый репертуар нашим исполнителям. И вот рождались именно в последние годы совершенно глубочайшие, изумительные романсы. Жанр русского романса по-новому открыл творчество Людмилы Лядовой. Впервые она предстала в совершенно ином образе, простой, но в то же время ранимой и нежной. Видение композитора Людмилы Лядовой стало поистине новаторским в этом жанре. Свои песни она подарила многим артистам. Ежегодно ее романсы исполняют участники конкурса «Романсиада». «Если дружбу теряем мы в ссорах, ты прости меня». В преддверии 60-летия первого полета человека в космос во всех странах мира уже идут тематические фестивали и мероприятия. Так в Русском доме в Мексике недавно прошла пресс-конференция. Юрий Гагарин – первый космонавт на планете. Участники встречи рассказали об одноименном фестивале знаний, культуры и науки, который пройдет в Северной Америке и некоторых других странах Европы и Азии с 10 по 28 мая при содействии фонда «Русский мир». Принять участие в масштабном марафоне «Маршрут Гагарина» предлагают фонд и телерадиокомпания «Русский мир» совместно с телестудией Роскосмоса. Каждый из вас может отправиться в настоящее путешествие вместе с первым космонавтом Земли. Онлайн-марафон позволит рассказать о памятных местах, которые посетил Юрий Гагарин во время своей знаменитой «Миссии мира». Во всех странах и городах мира есть достопримечательности, которые названы в честь первого космонавта Юрия Гагарина. В апреле 1961 года знаменитый летчик-космонавт Советского Союза отправился в свою первую зарубежную поездку по государствам и континентам Земли. В народе это путешествие назвали «Миссией мира». Ему удалось посетить около 30 стран. Память о первом космонавте хранят многие города. Вы можете рассказать об этих достопримечательностях, поделиться своими воспоминаниями и историями, используя любые творческие решения в видеоформате. Снимайте на телефоны, планшеты и любые другие гаджеты видеоролики о легендарной поездке Юрия Гагарина по всей планете. Размещайте их в социальных сетях с хэштегом «Маршрут Гагарина», а также присылайте на электронный адрес конкурссобакорусскимир.тв. Лучшие сюжеты будут показаны в эфире телеканала «Русский мир» и телестудии «Роскосмоса» с 5 по 12 апреля. По итогам марафона все видеосюжеты будут объединены в одно большое путешествие вместе с первым человеком в мировой истории, который совершил полет в космическое пространство. Изысканное хобби и любовь к искусству. Частные коллекционеры в России появились еще в времена Петра I, когда из своих зарубежных поездок император привозил антиквариат на удивление общественности. О том, что изменилось за это время и как живут современные любители редких коллекций, узнаем в следующем сюжете. Письма и документы первого наркома просвещения Советского государства Анатолия Луначарского. Неизвестные ранее фотографии Владимира Маяковского, Исаака Бабеля и Владимира Ленина. Сейчас все это представляет особую ценность для частных коллекционеров. Советская эпоха уже давно вошла в моду среди любителей антиквариата. Винтаж – предметы 20 века. Несомненно, все это отражает лик былого величия советского периода. Удивительно, но интересуют такие экспонаты самую различную публику. Интересуются на самом деле очень много. Во-первых, интересуются молодежь, которая проводит параллели между тем, что происходило тогда и происходит сейчас. Интересуются коллекционеры, которые собирают исторические материалы. Интересуются коллекционеры, которые собирают неизвестные ранее тексты, например, футуристов, которые здесь представлены, или фотографии неизвестные. Попасть на частный аукцион можно далеко не каждому. Такие мероприятия всегда строго конфиденциальны, а сами участники торгов порой не любят делиться подробностями своего хобби. К тому же организовать собственный аукцион – дело ответственное. Здесь работает целая команда профессионалов. Это юристы, историки искусства, а также эксперты-оценщики. Я бы сказал, что тренд Советского Союза, он сейчас существует. Поэтому вот этот период очень многим людям импонирует, и они, соответственно, его собирают. А вообще собирательство или коллекционирование, оно может возникнуть в любой момент. По статистике, 40% нашей страны, населения нашей страны подвержены страсти коллекционирования. И оно может быть в любой форме. Это могут быть магнитики на холодильник, это могут быть какие-то этикетки. Американский журнал «Арт-Ньюз» ежегодно публикует топ ведущих коллекционеров мира. И даже в 2020 году, в эпоху пандемии и кризиса, удалось найти 200 преданных поклонников этого изысканного хобби. В почетном списке оказались и наши соотечественники, например, Роман Абрамович, Дарья Жукова и Леонид Михельсон. А что коллекционируете вы? Пишите в комментариях под этим видео, и мы обещаем рассказать о самом интересном коллекционере. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места событий. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова